здравствуйте друзья мы наслаждаемся солнышком уже второй день такая замечательная погода практически дождей нет хорошо и вчера среда была я по средам ведь взялся вести этот курс по поиску работы в сша но так плечо раззудилось знаете то есть конечно я и так на эту тему много говорю в обычном нашем классе но тут так уже решил по-крупному и но если обычно это пять часов с ними занимаюсь сейчас у меня уже 11 она говорил и это только половина курса вчера был пятый урок из десяти в общем хорошо самое такое знаете сложное что ты не знаешь сколько времени займет ну то есть есть там сколько-то слайдов они определяют там тематику но дальше начинается вопрос и вот от зрителей до тех кто присутствует в классе ну там их не миллион там ножчик 60 сидит одновременно некоторые в записи смотрят как раз вот вчера не было много вопросов я я ожидал больше будет мы говорили про интервью заняло все это в итоге два с половиной часа если бы они активней чего-нибудь спрашивали то могло бы быть и три бог знает сколько но во всяком случае я так просуммировал чего знаете так наболело вот что наболело вот туда его и получилось хорошо настроение хорошее во всяком случае это определенным образом скрашивает рутину да так обычно вот неделя за неделей там понедельник там на работу в пятницу стрим ну и вот так вот и да так что значит аванс получка аванс получка аванс получку так вся жизнь значит но у нас когда ты в бизнесе такого нет там по-другому но у него рутина рутина вышибает из рутины что у нас тут зрители пишут и что беспокоит значит умы я рассказывал вчера что ли по о том что вот тейлор свифт определит кто у нас будет президентом со своей поддержкой но сказать что вообще-то там было много мест в этом видео которые должны были заставить человеку улыбнуться понимаете но я как мог то есть у меня может быть не такой там искрометный юмор вот такой но я не знаю но кто-то понял кто-то не понял начали меня обвинять там бог знает в чем что я успешных людей значит вот там тейлор свифта я их значит там принижаю оскорбляю значит начали говорить что сравнивать марину могилка с этой тейлор свифт что у нее и роста такого нет и подписчиков столько нет и так далее ну то есть вы знаете про просто я даже вот ой господи боже мой мне это напоминает эту знаменитую фразу я тебя каламбуром а ты меня каламбуром понимаете я им пошутил они значит вот не понимают юмора друзья это на их совести я не могу пошутить так чтобы все поняли это абсолютно невозможно в природе задачи дальше там идет такая история что вот девочка с американским паспортом симпатюля хорошенькая девочка молоденькая ну то есть как там говорят что там 32 года или сколько давно или как ребенок буквально такая поехала в этот самый екатеринбург а у нее двойное гражданство и вот ее там за арестовали за то что она 50 долларов отправила в какую-то поддерживающую украину организацию детали не знаю но как бы обвинение к ней по этой предъявлены по этой части и чуть ли она там может не 20 лет получить там и так далее и так далее и у меня как бы и вот то есть как бы хотят чтоб я высказался выскажитесь по этой теме я столько вот сколько мы тут живем практически вот эти 30 лет с лишним я все время значит сталкиваюсь с людьми которые оттуда вот вылупились там из и и очка значит это крылышками баба баба и давай значит объяснять всем как жизнь устроена и вот вот эти 30 лет нам все объясняют что мы давно жили в этом ссср мы ничего не знаем о современной россии что она совершенно другая и тут все такое другое и так далее так далее и я хочу сказать что безусловно есть какие-то вещи которые меняются но скажем вот слава богу там можно уехать за границу взять границу пересечь там и не не в такой же тюрьме как мы жили там завод и колючей проволока безусловно есть каких там изменений во всем остальном я бы сказал мерзотнее стала гораздо мерзотнее чем при коммунистах и такие же вот как сказать люди они тогда доказывали что наша демократия социалистическая верили все вот они верили им говорили по телеку они верю что настоящая демократия только у нас а у них там у них там бездомные у них там ведь самое ночью все там у них там оружие люди с оружием ходят и так далее в тюрьмы бросают там не за что не просто и так далее так далее был такой даже найти анекдоте я припоминаю ну люди шутили шуток было много тогда шутили и там беседуют начнем делегация американская и советская и вот значит там где хуже ну там а там еще безработица понимаете там же еще безработица там мало то что бездомные там еще безработица вот и говорят вот у вас там бездомные американцы ну советские руки вот у вас же бездомные совет американцы говорят но послушайте мы же вас не спрашиваем сколько у вас инженер получает такая была значит эти пикировка но не суть к чему я рассказываю что вот столько сколько я вот тут нахожусь вот столько мы видим вот это вот мурло практически не меняющиеся как бы даже еще более звереющие и мы видим вот этих вот которые из скорлупы значит крылышками машут и кричат о том что мы тут устарели мы ничего не понимаем и что у них там все такое новое такое замечательное что они уже вообще весь этот запад давно обогнали и по демократии там и по всем в этом если будет команда из фсб они на следующий день будут демократичнее чем я не знаю какая детали ну просто команды из фсб не было команда сажать было за комментарии давайте то есть они видят что нет выборов они видят агиты не надо они нападают на другие страны и говорят они сами на нас напали это же америка и года то есть короче я к чему рассказываю вот это вот сумасшествие она как было так и остается и никуда не девается и и вот люди которые живут в америке в них есть американский паспорт вместо того чтобы выкинуть в помойку сжечь и развеять по ветру вот это вот краснокожую свою паспортилу или там какого на нынче цвета я не знаю они вместо этого еще туда ездят мне вот там в стримах обычно год вот михаил там внизу не планируете вы не собираетесь я говорю опасно опасно это уже много лет провела опасно они готовы до чтобы ничего не понимаете вы ничего не знаете у нас тут так безопасно у нас так хорошо у нас тогда я думаю ну живите там в безопасности я я же я же не не ничего не претендует если вот ты смотришь и не видишь и не хочешь видеть или видишь но не соображаешь или тогда есть очень много разных категорий проблем которые таскать приводят вот к этому непониманию того и тому где вы там живете но если вы меня спрашиваете про эту девочку ее безумно жалко да но она сама своими руками все вот это вот сделала навальный поехал в тюрьму сознательно потому что он боролся за что-то он говорит а вот есть россия мы ее не передаем мы за перемены пусть меня посадят но я этой своей от отсидкой буду бороться за новую россию она то чего поехала она за что там боролась что она там делал что она делала там за что она свою жизнь сейчас сортир спустят она ведь на самом деле что она там на 50 долларов там куда-то отдала до 50 долларов ведь смешной смешной разговор что она там поддержала но дело же не в этом дело в том что надо чтобы все боялись надо чтоб все понимали что вообще ни за что тебе сейчас 20 лет дадут просто ни за что и мы все знаем что ни за что и чтоб каждая знала что ее ни за что вот только посмотри косо и ты уже будешь сидеть на 20 лет тебя посадят очнитесь вы чего очнитесь ой господи боже мой сегодня с утра с товарищем беседовал там говорит что вот мол вся россия обсуждает что вот кошку как это породистая дорогая кошка с хозяйкой ехала в поезде и типа там как-то она вышла из своей этой клеточки я не знаю что и бортпроводница и иначе выкинула а на улице 30 градусный мороз кошка погибла и вот значит фотографии кошки вся страна оскорбит возмущаются я не слышал ничего такого но я с чужих слов она передает я ему говорю я извиняюсь говорю а если человека на 30-ти градусный мороз он говорит но человек же может как-то возразить он может там ягода ага если он по мобилизации а если ему там шаг влево шаг вправо значит там ну как а то мы не знаем и вот они так скорбят по этой кошки я я я очень поддерживаю скорбь по поводу кошки я просто не понимаю каким образом полмиллиона человек без всякой скорби значит уже в земле сырой а еще на настолько же там без руки без ноги там и так далее про тех что без мозгов то мы даже и не сочувствуем это норма да вот и значит это про кошку я вот слушаю я могу а как же вот люди он говорит ну ты понимаешь но вот кошка все переживают они всегда это делали а тут вот такое вот и ага а как же люди а люди чего 50 долларов вот заплатила куда-то и и над и 20 лет тюрьмы и грозит но может быть они там по-доброму там ограничиться десятью там 15 я не знаю ну надо же всем тоже показательный пример это должен быть что все знали суки что бывает тем более у него паспорт американский так кроме российского понятно вся страна понимает что вражина никто сочувствовать не будет загубленной человеческой жизни ладно друзья начал я с позитивного вот чем закончить позитивным давайте позитивным закончу во вторник у нас новая группа начинается какой-то народ там собирается будем учиться учиться это не стоять на месте учиться это двигаться вперед так что будем двигаться вперед ну а там чего какие новости подойдут мы завсегда кстати завтра завтра же у нас стрим приходите в наш стрим 11 часов по местному по калифорнийскому вопросы обсуждения все обсудим на все вопросы ответим счастливо